Это сейчас здесь пусто, потому что место происшествия отцеплено по периметру, а во время стрельбы на лавочках сидели люди, а мужчина стоял вот здесь. Он произвел один выстрел в воздух и стал перезаряжать обрез, но оглянуться не успел, как был задержан полицейскими. Стрелять из оружия напротив Кремля, до такого ведь додуматься надо. Итог столь дерзкой выходки был предсказуем, но не для задержанного. Хотел посмотреть на реакцию полицейских, так он позже объяснит свой поступок. Но стражи порядка и сотрудники Федеральной службы охраны заметили мужчину, как только тот появился в Александровском саду. Сотрудникам ФСО поступила информация нашему сотруднику, который у него службу, о том, что из второй половины Александровского сада в первую половину сада движется подозрительный гражданин. Подозрительный, потому что прятал что-то под курткой. Как выяснится позже, обрез охотничьего ружья. Наш сотрудник совместно с двумя сотрудниками 1-го оперативного полка выдвинулись навстречу данному гражданину, который указал сотрудник ФСО. Приближившись к памятнику дермогена, они услышали хлопок, похоже на выстрел. А затем увидели стрелявшего. Стражи порядка моментально обезоружили хулигана и надели на него наручники. При себе у молодого человека было еще два боевых патрона. Сейчас полицейские выясняют, кому принадлежит оружие и каковы истинные мотивы этого поступка. Я сказал 51-е. Статья УК РФ отказа от дачи показаний, если вы не в курсе. Ранее молодой человек уже был судим за разбой. Во время задержания говорил о своем желании вернуться в тюрьму. Возможно, это и стало причиной стрельбы в центре Москвы. Виновен сажайте. Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 26-летнего гражданина, задержанного вчера в Центральном округе столицы. По материалам дела, мужчина произвел выстрел в воздух из обреза охотничьего ружья. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Впрочем, его мечта оказаться за решеткой уже сбылась. Окончание расследования он будет дожидаться в СИЗО. Сегодня Тверской районный суд Москвы арестовал подозреваемого на 30 суток. Анна Ткаченко, Виталий Алферов, Петровка, 38. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова